Интересный контент, миллион просмотров. И монеточка, и гречки, и всякие хлеба. Трансформатором тоже работали. С видео, подождите, это не ваш формат, мы не накрутка. Ребята, все будет круто, слушайте меня, я вам сейчас такие расскажу кадры. Что такое посев, вот как это работает, и как добиться миллиона просмотров на видео? Вот есть рекламодатель, который приходит к нам с видео. Это видео загружается в нашу систему. То есть оно уже размещено, например, на ютюбе. Мы его заводим в рекламную кампанию. И оно доступно 30 тысячам пабликам, более 30 тысяч пабликов, сайтов, которые есть в системе, зарегистрированной. Как рекламодатель вправе выбирать паблики, так и паблишер, если ему, например, нравится этот ролик, он в автоматическом режиме, кодом, простым языком сложно сказать, но есть некий код, он ставит к себе на сайт, либо в свою группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Аудитория этого сайта, аудитория этого паблика видит этот пост, можно так сказать. И если ему интересна картинка, название, подводка какая-то, он смотрит это видео. В результате что получается? Наш рекламодатель получает просмотры. Стоимость получается, так как мы партнерская сеть, рекламодатель оплачивает просмотр, и веб-мастер получает некую сумму за этот просмотр. Вот система достаточно простая. Интересный контент – миллион просмотров. Скучный контент – небольшое количество просмотров, или небольшой вирусный коэффициент. Миллион просмотров достигается не только гарантированными, то есть вы оплатили миллион просмотров, вы их получили. Миллион просмотров можно получить даже заказав 100 тысяч просмотров. Все в контенте. Вы, как занимаясь продакшеном и видео, должны это понимать, как никто другой. Если ролик скучный, 10-минутный, или занудное интервью, которое неинтересно смотреть, оно не наберет вирусных просмотров. Поэтому миллион просмотров можно получить двумя способами, то есть с хорошим контентом, заплатив всего 100 тысяч рублей, либо заплатив миллион и получить этот же миллион. Правильно я понимаю. Допустим, у меня есть видео, я вам загрузил на YouTube, я вам даю ссылку и даю, например, вот говорю, у меня есть бюджет 10 тысяч рублей, допустим, и разместите это все в таких-то пабликах, тематику задаю. И потом с помощью вашего сессервиса, это доходит все до администраторов групп, например, ВКонтакте, они это размещают, и за каждые просмотры внутри этой группы… За каждые уникальные просмотры. Уникальные просмотры. То есть вы можете посмотреть пять раз, вам понравился ролик, вы посмотрели пять раз. Но мы нашему паблишеру заплатили за один раз, потому что YouTube учится в этот уникальный просмотр. Вот, и если зритель сделал репост уже себе на страницу вне этого паблика, то получается бесплатный… Это как раз вот я сделала репост, вы сделали репост, вы отправили на почту, чтобы мы посмеялись там вместе там вечером за столом, либо вам понравился контент, он какой-то научный оказался, интересный там, не знаю, вы отправили просто всем своим коллегам, сказали, ребят, тут классный доклад, послушайте, посмотрите. Вот все, что вы разослали, все, чем вы поделились, это все вам будет бесплатно. Минимальный вирус, который получает рекламодатель у нас, это 10-15%. Он все равно получает, потому что все равно находится какая-то часть аудитории, которая поделилась. Опять же, мы никогда не узнаем алгоритмы YouTube, мы знаем, что он учитывает уникальный, но в некоторых случаях тот же Garmal Style, если вы посмотрите, сколько просмотров под роликом, населения такого нет в мире, чтобы вот они посмотрели этот ролик. То есть через какой-то период времени YouTube тоже не учитывает уникальный. Поэтому вирус есть всегда. Просто вирус от 100 тысяч в миллион – это самое главное – контент. А вирус от 100 тысяч, например, 20 тысяч – это просто вот вы заказали, и вам все равно какая-то часть просмотра будет бесплатно. Получается, по сути, все такие вирусные ролики классические, которые нам кажутся, что они так быстро распространились, это все делается специально за деньги? Денис, если бы вы обратились в 2006 году или 2004, когда было выложено первое видео, однозначно ваше видео было бы вирусным, без всякой помощи. Сейчас, когда 400 тысяч, 400 часов в секунду или в минуту выкладывается одновременно, вот в этом шуме, в этом большом количестве стать сразу популярным невозможно. И монеточка, и гречки, и всякие хлеба. На первом этапе всегда было грамотное продвижение, чтобы люди узнали, узнаваемость некая появилась. И все равно нужен толчок. Это знаете, как снежный кон, да? Вот он маленький, снежок. Вот чтобы он стал внизу большим, вам надо с горки его скинуть, да? И чтобы он набрал вот эту вот мышечную массу и стал огромным. Вот всегда нужен толчок. Он может быть разным. Если интересный контент, может показаться, что немного нужно вот этого дополнительного помощи. А может оказаться, что и много. То есть есть примеры. Вот у нас был ролик с мотоциклисткой, а ролик не был рекламный. Ролик вот какой оказался на злобу дня просто, да? Что вот антихамы вот эти вот всякие были, да, популярны. Я не знаю, вот сейчас запустили бы мы его, смог бы он стать. Вот просто он оказался в нужное время, в нужном месте. И наша помощь в распространении помогла стать ему вирусным для Европы и для... Там все-таки что-то рекламировалось или нет? Там вообще, на самом деле, это был трейлер к фильму. Вот. Мы тоже про это не знали. У нас вот некая вот секретность, некая загадочность, некая интрига. Это всегда интересно. То есть это тоже дает вот некий вирусный эффект. То есть когда все раскрывают, знаете, как вот женщине говорят, там, ничего про себя не рассказывают, должна быть загадка. Также вот в видео тут была загадка. И вот она, эта загадка, она сыграла на руку данному клиенту. Ну, ваши клиенты – это кто обычно? Ну, у нас много. Знаете, вот я говорю, у нас разные направления. У нас клиенты – это агентства. Очень крупные, московские, например, в большей степени. Или Екатеринбург, он тоже активный. При том, что мы сейчас в Санкт-Петербурге находимся. Да, да, мы находимся в Санкт-Петербурге. Но для IT-компании можно находиться на Кипре, где-нибудь в Малайзии, в Сингапуре. Есть масса примеров, когда успешные бизнес-проекты находятся. Авиаселс, например, да, они там в Таиланде. Вот, мы находимся в Санкт-Петербурге. Но вот основные клиенты, если по агентствам, это Москва и КБ, немножко Питера. Основные клиенты – это прямые бренды. Они тоже к нам обращаются. Основные клиенты – это кинокомпании, кинопродюсеры с трейлерами. Это трейлеры, да. Основные клиенты – это музыканты известные. То есть практически все, что вы видите там в музыкальных топах. Это ваша работа. Да, это наша работа. Кто-то уже не сотрудничает, потому что мы помогли на начальном этапе. Кто-то уже стал просто известным, популярным уже сам по себе. Клипы Тимати тоже проходят от офиса? Ну, тоже проходили. Тоже проходили, да. Да, ну, то есть с нами, ну, как бы, по музыкальному направлению, действительно, нас знают. Потому что, во-первых, мы участвуем в конференциях музыкальных, вот о чем вы тоже говорите там. А во-вторых, мы были первыми в этом направлении. И в данном случае наша экспертиза, она достаточно высокая. Я бы сказала, выше, чем у коллег по нашему цеху. Вот. Кто еще? Это такие направления, как типа бизнес-молодость. То есть это отдельное направление, да. Это люди снимают различные вебинары, обучающие какие-то курсы. Они тоже к нам приходят. Это, кто у нас, даже не бренд, а, например, блогеры. Тоже начинающие блогеры. То есть понятно, что есть блогеры, там, типа Иван Гая, там, или Катя Клэп. Это уже другой формат, но они на первом этапе тоже использовали инструменты продвижения. А есть ли новые блогеры, которые открыли другие темы? Ну, с трансформатором, например, работали. С трансформатором тоже работали. Есть ли контент, который вы откажетесь продвигать? Приходят ли такие задачи? Да, приходят такие задачи, и мы отказываем. Во-первых, так как мы официальная компания, мы юридическое лицо, мы соблюдаем закон о рекламе. То есть все, что прописано в законе о рекламе, что запрещено для продвижения, мы не хотим подставлять ни свою компанию, ни бренды с которыми, ни агентство. Поэтому такие направления, как Азино, Казино и так далее, мы с этим не работаем, как пример. Все, что касается еще таких каких-то запрещенных тематик, либо мы требуем сертификаты, даже если это медицинская тематика. То есть все согласно закону о рекламе в России. Мы все это соблюдаем. Опять же, мы можем отказать, если, по крайней мере, я учу так наших менеджеров, если мы видим, что это абсолютно неэффективно, то есть вот снят видеоролик, он длинный, например, да, или данная тематика очень сложна в продвижении в формате видео. Менеджеры, с моего согласия, я это приветствую, потому что все возвращается. Знаете, как говорят, то, что вы делаете другим людям, всегда вам возвращается. Поэтому я хочу, чтобы моим коллегам и моей команде, и нашей компании возвращалось только правильное и хорошее. Поэтому, когда приходится, например, с контентом, который под видео не подходим, мы просто даем рекомендации, что, например, лучше здесь сработает контекст, либо здесь лучше сработает размещение, например, на сайте, либо в соцсетях. А с видео, подождите, это не ваш формат, либо сделайте более короткий. То есть мы даем рекомендации. Вот сегодня буквально у меня был запрос от моих коллег, там, с нашего агентства, очень длинный ролик. Я сказала, ребят, ну вот неэффективно будет, пришлите 30-секундные, мы тогда еще раз посмотрим и дадим рекомендации. То есть есть два формата отказа. Если это не соответствует закону о рекламе, и второй, если это просто будет неэффективно. Вот тут мы отказываем. Расскажите про команду. Насколько большая команда есть, из кого она состоит? Да, команда у нас классная. Это тоже вторая часть, про которую, я говорю, долго и упорно рассказывать. Мы небольшие, у нас 12 человек в команде. Но так как мы IT-команда, и вы когда пришли, слышали разговор нашей IT-части, у нас очень сильная IT-поддержка, и максимально все оптимизировано и автоматизировано. Поэтому мы можем небольшой командой, 12 человек, решить большие дела. Вторая часть, или даже самое главное, это наш отдел продаж, или менеджеры по работе с клиентами. Это золотое руно, оно всегда золотое руно в любой команде, но наше еще сильнее. Потому что они, это линия фронта, которая непосредственно общается с клиентами, с нашими, которая получает вот эту экспертизу, которая постоянно обучается, она имеет сертификаты, все наши менеджеры. Мы постоянно участвуем в конференциях тематических, по видео, около видео, около диджитал, то есть все вокруг этого. Мы выступаем как спикеры. То есть раньше выступала я как спикер, а на сегодня вот Олеся Гуляева и Екатерина Быкова уже активно участвуют в конференциях Коллизиума, были в Киеве, были в Минске, сами участвовали в конференции в Амстердаме. То есть это опять же вот экспертиза, которую мы получаем постоянно вот нашей командой. Вот у нас есть саппорт, то есть у нас достаточно все оптимизировано, которое очень активно и правильно в 24 на 7 общается с нашими вебмастерами, с нашими партнерами. То есть нам постоянно нужно держать вот это равновесие, чтобы, знаете, волки сытые, овцы целы. Поэтому такое может быть сравнение, конечно, ну, аллегорическое, но на самом деле да, рекламодатели должны быть довольны. И вебмастера – это тоже вот важный для нас аспект, поэтому мы работаем со всеми хорошо. Вот. У нас замечательная бухгалтерия, руководство, умнейшие ребята. Вот Кирилл Ромашов, генеральный директор, человек, который давно в IT создавал интересные проекты. Это вот его проект созданный. Кроме этого есть еще проекты? Есть еще проекты, да, которые вне видеосита, с которыми где-то мы соприкасаемся, с которыми-то нет. Но вот я конкретно говорю про команду видеосита. Это вот команда, которая занимается вот конкретно видеорекламой. Мы крутые, сильные. Мы действительно очень много посвящаем времени именно получению знаний новых. Поэтому, наверное, это наше главное преимущество. Нам часто задают вопрос, чем вы отличаетесь от конкурентов, чем вы лучше. Во-первых, пока не попробуешь, вообще не поймешь, всегда надо находить свою команду. Но вот на первом месте, наверное, то, что мы постоянно ищем новые решения и знания по видео. Ну, а про конкуренцию расскажите. Как вы относитесь, какие конкуренты, какой рынок? Ну, знаете, я, опять же, как операционный директор, учу ребят уважать. И у нас вся команда, мы все уважаем конкурентов. И вы рассказали о том, что вы собрали там первый раз своих коллег. Мы их считаем коллегами. И на самом деле, буквально в мае месяце была встреча в ИАБе, где мы встречались как раз все совместно, это наши коллеги, где мы обсуждали, как легализовать. Потому что иногда считают, что посев накрутка, это на самом деле абсолютно не так. И мы встречались просто на нейтральной территории, или даже на территории экспертов ИАБов, чтобы обсудить, как представить рынок посева на таких площадках, как Adindex, в Накосе и так далее, более прозрачно. Поэтому конкуренция есть, для рекламодателей это хорошо, потому что монополизм всегда плохо. Могу сказать, что каждый обладает какой-то своей экспертизой. По музыке мы эксперты однозначно. Тут вот просто даже все коллеги наши признают это. У каждого есть просто своя ниша какая-то занята. А в общем мы занимаемся посевом видео. То есть мы уважаем своих коллег однозначно. Ну, YouTube, не против ли посева, как он к этому относится? Ну, может быть, догадки вообще этот рынок. Официальный, неофициальный. Потому что, с одной стороны, можно сказать, что это какая-то накрутка, возможно. Но, с другой стороны, это обычными руками размещается в большом количестве пабликов, но с помощью инструментов. На самом деле, Денис, такой вопрос действительно тонкий, потому что вот мы сами боремся с накрутками, мы сами пишем в поддержку, когда видим вот такие моменты. Посев – это не накрутка. Это просто альтернатива, например, тому же AdWords. Потому что есть сайты, которые участвуют как в партнерской программе. AdWords – это та же самая партнерская программа, только она создана внутри Гугла. Есть сторонние компании, такие как мы. Это, опять же, для рекламодателя хорошо, что нет монополиста. То есть в свое время был… Есть, например, на сейчас, есть Яндекс.Директ, например, и Google AdWords. То есть у рекламодателя всегда есть альтернатива. Либо он использует два инструмента, либо использует один или другой. Вот мы просто альтернатива. И замечательно, что у Гугла есть такие некие конкуренты, как мы. Потому что он всегда будет тогда держать конкурентную цену для рекламодателя. Мы не накрутка. Мы имеем те же сайты. Мы учитываем только уникальный просмотр. И YouTube учитывает эти просмотры. И, опять же, мы постоянно читаем саппорт Гугла. Мы смотрим, что меняется. Алгоритмы YouTube никому не известны. Он внутри, и никому он его не раскрывает. Наш алгоритм – это тоже своя уникальная программа, которая написана нашими разработчиками. То есть это абсолютно легальное размещение и продвижение видео. Просто альтернативное. Если вы обладаете инструментарием и возможностью продвижения в AdWords, используйте это. Но есть некие моменты. Например, модерация на YouTube или в AdWords. Она непредсказуема. И мы часто сталкиваемся, часто общаемся с менеджерами с YouTube и AdWords, когда они сами не могут объяснить, почему этот ролик был отклонен. Ну вот, да, я открываю такие вещи, которые, может быть, кто с AdWords работает, он, наверное, тоже с этим сталкивается. Один человек промодерировал, а второй не промодерировал. Один и тот же ролик. В нашем случае, да, у нас тоже есть модерация, мы смотрим, но она менее жесткая. У нас меньше, может быть, объемов, таких как в AdWords. Поэтому мы всегда можем, у нас всегда это делается не в автоматическом режиме, а это всегда просматривает аккаунт-менеджер, он модерирует. То есть выбор всегда, конечно, за рекламодателем, какие инструменты использовать. Но еще раз повторюсь, это не накрутка. Это абсолютно легальное. У нас есть официальное юридическое лицо, наш адрес известен в интернете, мы нигде не скрываемся. Это не те сайты, где за 10 тысяч рублей сделаем миллион просмотров, и вы найдите этих людей. Там нет ни адреса, ни телефона. Через неделю? Есть некий виртуальный. Да, через неделю, и вы попробуйте, если вам не сделают, вернуть эти деньги. Никогда вы не сможете. В нашем случае, да, у нас бывает возврат денежных средств. Когда клиент не услышал нас, запустил рекламную кампанию, не получился того эффекта, который хотел, о котором мы ему говорили, мы ему даем эту возможность и возвращаем деньги. Чтобы у него не было вот этого осадка, что сидинг или как, вот мы говорим сидинг, не посев, но простым языком посев, да, не работает. Он работает, когда прислушиваются к специалистам. То есть, когда они сами зубы лечат, да, а приходят к стоматологу, ему доверяются и получают результат. Вот, поэтому посев – это не накрутка, ни у кого. Пододворцем вы имеете в виду, когда на ютубе встраивается реклама, там, пеплеролы или пост-ролы? Да, да, когда вы смотрите какой-то видеоконтент, и перед вашим видеоконтентом вы видите ролик. Но при этом вы тоже этим занимаетесь и можете произвести свои услуги? Да, конечно. Мы, опять же, смотрим, если нужна охватная кампания, мы можем использовать оба инструмента. Если нужен очень тонкий, узкий таргетинг, в этом случае мы в большей степени можем порекомендовать часть бюджета сделать у нас, а часть бюджета все-таки распределить на AdWords и старгетировать, вот. Потому что AdWords, конечно, дает уникальное количество возможностей по таргетингу. Каким должно быть видео для того, чтобы оно было эффективным в постели? Может быть, первым по пунктам? Ну, вот, опять же, тут надо исходить от обратного. Вот чем бы вы ни занимались, мы исходим от цели. То есть вот даже при создании видеоролика, как в продакшене, мне кажется, все-таки в первую очередь надо понимать цели. Вот пришел к вам клиент, узнать его цель и его аудиторию. Если мы, например, это, ну, не знаю, давайте возьмем продуктовое какое-то, продвижение какого-то продукта, не знаю, там, гречку ту же самую возьмем, да? При этом это не исполнитель. Ну, да, не гречка, не исполнитель, а вот кашка, гречка, да? Однозначно здесь очень хорошо подходит. Это будет, скорее всего, охватная рекламная кампания, поэтому надо сделать красочный ролик, вкусный, короткий, достаточно 30 секунд. Желательно с рецептом. Еще, знаете, как Бусфит делает, за 15 секунд он показывает, как создать рецепт, ну, не знаю, какое-то блюдо интересное. Вот, пожалуйста, 30-секундный ролик с красивой, такой вкусной картинкой, чтобы захотелось прям вот самому сделать этот рецепт, забрендировать это, там, не знаю, ангстремт, там, или какой-то бренд, все сделать красиво в описании. Вот, пожалуйста, вот один рецепт. Если это, например, клип музыкальный, да, тут уже вообще никуда не уйти, потому что есть песня, на нее снят клип, но желательно все-таки не делать, например, 30 секунд черного экрана. Потому что вот если мы будем использовать, например, AdWords, через 5 секунд рекламодатель вправе пропустить ролик, а 5 секунд – это черного экрана. То есть часто музыканты вот этим грешат. То есть сразу в первые 5 секунд максимально заинтересовать. Да, максимально дать информацию. В 5 секунд вложили, все, пошли дальше. Вы меня заинтересовали, там, или пользователь заинтересовался, он будет смотреть. А если это блогер, например, да, тоже опять та же самая схема. В 5 секунд надо сказать, ребята, все будет круто, слушайте меня, я вам сейчас такие расскажу кадры. То есть за 5 секунд дать вот этот драйв какой-то, а дальше уже рассказывать. А не начинать занудно. Я тут на рынке уже столько-то лет, все, мне вот уже скучно и неинтересно. Опять же, если это бренд, мы, возможно, сделаем какую-то чистоту, чтобы вас догнать и рассказать. Там, вы с первого раза нас не услышали, а со второго раза мы вас все-таки догоним, поймаем. То есть вот на самом деле, я говорю, все уже на стадии продакшена. Вот вам, наверное, это в первую очередь знакомо, потому что надо знать аудиторию, знать, как она любит смотреть. Потому что если это женщины, то это все-таки красиво, а, красиво, б, с каким-то известным блогером, с лидером мнений. Потому что, ну, особенно молодая аудитория, она ведется на это, да. Если это мужчины, то это экшен какой-то все-таки в начале, потому что, ну, они тоже вот более активно воспринимают. Вот, то есть длинные ролики для бренда вообще неинтересны, не рекомендуем. Рисованные ролики тоже не рекомендуем, потому что это все-таки, ну, немножко вчерашний день. То есть любят уже более вот такое активное. Но вот такого, прям, знаете, вот рецепта пункта 1, 2, 3, 4, 5, вот я бы исходила. Вот нам очень нравится, вот менеджеры наши часто вот с этим сталкиваемся, особенно с агентствами. Они иногда приходят и говорят, ребят, вот у нас описание сценария, посмотрите, пожалуйста, дайте ваши рекомендации. Вот Аня очень часто, например, использует Олеся тоже, и у Кати часто приходят такие. И мы вместе брендсторм устраиваем, просматриваем эти слайды и говорим, вот надо так, вот тут точно первые два слайда убираем, ставим третьим слайд первым, это меняем кадрами и делаем. И если к нам прислушиваются, в результате получаем хороший эффект, хороший CTR с переходами и так далее. Вот, с играми то же самое. Говорим, ребята, вот давайте обетестирование сделаем, запустим два ролика. Вот мы рекомендуем вот этот, вам нравится этот. По факту через там 30 тысяч просмотров, 50 тысяч просмотров посмотрели, что лучше работает, запустили этот ролик. А бетестирование работает всегда везде хорошо, даже с роликами, тоже рекомендую. Ну, то есть, вот лучше начинать вот со сценария, а дальше мы дадим рекомендации, как это будет вот для продвижения. Понятно, то есть на максимально раннем этапе к вам уже. Мы очень любим сотрудничать с продакшн-студиями. У нас тоже, вот я про это направление не сказала, у нас есть опыт хороший. И те, кто к нам прислушиваются, много лет уже с нами работают, мы более эффективно видим результаты продвижения. Ну и целевую аудиторию надо знать, однозначно. Рекламодателю там или клиенту, который к вам пришел, надо знать. И это не просто мужчина 25+. Надо понимать просто его интересы, что его заводит, где у него вот эти точки, такие соприкосновения, где мы можем его зацепить. Вот, ну, это как бы... По женской части мне легче рассказать, по мужской я просто смотрю, вот, например, как у меня муж играет в игры, и на какие видео он реагирует, на какие не реагирует. То есть, понятно, показывать моему мужу мультики про Снежную Королеву неэффективно. А ему показывают. А он играет в стратегию. То есть, вот я понимаю, что неправильно настроен таргетинг. Не надо вот ему этот мульт показывать, он мне его показывает. Ну, а если у него нет рядом жены, которая занимается видеопродвижением. То есть, это просто вот спущенный бюджет, да? Это вот, ну, вот такие моменты, как бы. Мы можем предоставить зрителям промокод, да, со скидкой. Да, замечательно. Скидка 10% с вашим промокодом. Да, с названием канала, LVSchool. Да, LVSchool, отлично. Приходите, будем очень рады. И используйте промокод. Надо всем девочкам сказать, чтобы они узнали. Весь состав менеджеров с этим будет ознакомлен. Спасибо. Так, какой минимальный бюджет, с которым можно приходить, вот, обращаться с продвижением? Так как у нас партнерка, и там все автоматизировано, вы сами можете зарегистрироваться на сайте videosit.ru. И минимальный бюджет у нас 10 тысяч просмотров. Но я бы опять вернулась к тем своим изречениям ранее, что надо все индивидуально смотреть. Иногда бюджет в 10 тысяч просмотров, ну, то есть бюджет в 20 тысяч рублей, это при автоматически, может хорошо сработать. Иногда это будут выброшенные деньги. То есть мы бы рекомендовали так, у нас есть почта salessobakovideosit.ru, рекомендуем лучше писать на эту почту, прописывать цели, которые необходимы, и мы просто будем рекомендовать бюджет. Если мы понимаем, что для видео, например, данное направление будет неинтересно, мы дадим другие рекомендации. То есть вот сказать, что есть некий эталон, что вот столько-то денег вы вложите и получите результат, волшебной таблетки нет. Надо смотреть. Надо смотреть сезонность для какого-то продукта, надо смотреть период продвижения, надо смотреть параллельно будет ли что-то запускаться. То есть очень много факторов. Поэтому система позволяет автоматически загрузить видеоролик и получить желаемые на этот бюджет просмотры, но я считаю, что это абсолютно неэффективно, и вся команда это подтвердит. То есть надо делать так, чтобы у вас был результат. И вы должны, то есть тот рекламодатель, или кто обратится, он должен понимать, что он под результатом ждет. Конкретно, что он ждет. Переходы на сайт, заказы в интернет-магазине, посещаемость какого-то мероприятия, билеты проданы. То есть он должен знать конечный результат. Исходя из этого, мы порекомендуем бюджет. И подберем инструменты. И это, возможно, будет не посев в том понимании, о котором мы рассказывали. Возможно, это будет Facebook. Возможно, это будет Instagram. Возможно, это будет продвижение в родных плеерах, в ИКУК. Возможно, это будет еще какой-то инструмент, который у нас появится, когда обратится к клиенту. Потому что все развивается. Да, все развивается, все меняется. И сейчас мы говорим об одном. Встретившись с вами в ноябре на вашей конференции, может быть, я уже расскажу еще о чем-то. Я готова… Резюмировать. Да, резюмировать. Но резюме мое одно. Видео в тренде. Им надо заниматься. Общаться с продакшенами студии, бизнесу. Обязательно в этом направлении надо двигаться. Рекомендуем постоянно участвовать в конференциях, слушать вебинары, смотреть все, что происходит вокруг YouTube. Рекомендую, вот, ближайшее, это у нас, вот, будет коллизиум в Москве для музыкантов. Наши менеджеры будут спикерами. Вирал Мьюзик в октябре в Москве будет. Мы также будем выступать. И в ноябре рекомендуем Крымский медиафорум. Возможно, тоже будем там спикерами. Ну и вообще, вот, конференция, которая вокруг видео, они всегда полны информации. Мы рекомендуем их посещать. К нам на форум можно и онлайн тоже посещение доступно. Да, замечательно. Надеюсь, мы тоже к вам приедем и поучаствуем. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам за беседу, за интервью. Да.